Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами посмотрим и изучим такое такой биологический объект, как гусеница гусеница какого-то насекомого потому что вы знаете, что гусеница это одна из стадий развития насекомого с полным превращением из яичка выходит как раз таки вот эта личинка которую мы в простонародье называем гусеницей которая питается развивается потом образует кокон куколку из нее выходит потом взрослая насекомая так вот я в парке в нашем собирал тлю тлю которая к сворачиванию листьев яблони приводит вот я запишу видео из тлюи и вот там на этом листе обнаружила еще и гусеница я посмотрел довольно тоже интересный объект и решил его тоже записать вот посмотрите пульсирующая вот эта вот обратите внимание трубка как думаете что это такое вот на самом деле это сердце аналог нашего сердца это никакой не кишечник никакой не желудочно-кишечный тракт это аналог нашего сердца вот он ведь сокращается и гонит кровь гусеницы то есть пока это еще даже не двухкамерные и не трехкамерные и уж тем более не четырехкамерные сердце как у млекопитающих да вот по сути это такая вот большая полая трубка стенки которых сокращаясь вот смотрите прям хорошо видно сокращение они толкают кровь вот из переднего конца тела в задний вот то есть кровеносная система у насекомых не замкнутая кровь свободно изливается в полости тела вот но тем не менее это уже все-таки не такая вот сплошная диффузия как у инфузорий там или у амёб когда вообще никаких кореносных сосудов нет и тело цитоплазма просто-напросто вот путем диффузии происходит перенос веществ из одной части клетки в другую то здесь все-таки довольно большую часть пути кровь проходит по такой вот трубке сердцу вот видите как она сокращается видно вот гусеница это уже где-то дней пять находится у меня вот видите она даже стала такой вот цвет у нее изменился он стал более коричневый поначалу он был серый вот ну и тут может быть естественно и такой вот ну ход событий что на так цвет меняет либо может быть повлияло то что на длительное время вот в этих сладких углеводов выделениях этой тли находилась какая-то карамелизация произошла ну она блестит да вот я другую гусеницу записывал который вот этим сахарном сиропе не находилась у нее цвет такой блестящий не был цвет вот не не могу вам сказать что это такое вот белый посмотрите вот как бы разбросанные что это запасные питательные вещества или может быть это вот зачатки будущих вот паутинки вот этой который она будет свивать вокруг себя кокон вот может быть это клапаны которые не позволяют крови обратный ток проводить не могу вам сказать что это такое это вот получается сейчас задней верхней верхнюю сторону мы смотрим сейчас мы ее перевернем спинную часть перевернем ее сейчас на брюшную часть посмотрим вот съемка ведется при 40-кратном увеличении при верхнем освещении да вот в общем-то для гусеница маленькая это миллиметров 6-7 она и вот это увеличение даже многовато вот ее бы лучше при 20-кратном увеличении снимать было бы еще лучше видно давайте перевернем сейчас я я дам немножко капнул на нее добавил воды потому что она как и все насекомые любит влажные биотопы и просто длительное время находясь без воды она может высохнуть и погибнуть потому что все таки и лист уже высох которым она питалась и влагу она не получает поэтому чтобы ее немножко оживить я на нее капнул воды она поэтому ну вот смотрите брюшная часть не так интересно да вот рот можно ее увидеть на вот этот два зубца вот таких вот вот волнообразные сокращение тела как перистальтика сегменты можно рассмотреть да волоски вот она пытается перевернуться все-таки это неестественная поза неестественное положение для нее она пытается перевернуться оп наверное у нее получится это сделать если нет мы сами поможем да вот она переваливается раз все вернулось в исходное положение вот этот рог я не пойму что это такое у нее ну самое главное я вам хотел просто показать работу вот этого сердца работу этого сердца давала довольна довольно интересно да сокращение вот эти вот чья же это чья же это гусеница вот она активно стала активно стала ползать значит все-таки вот эту головную часть вот это у нее наползет ею значит все-таки вот и головная часть вот эту у нее Вот она, гусеница как у танка, да, трактор, ну куда же ты ползёшь, да, это вот хвостовая часть, анальное отверстие здесь, рот был вот здесь вот, а там это анальное отверстие, вот такое вот можно интересное провести наблюдение, имея такой чудесный прибор как микроскоп, ну ладно, оставим гусеницу развиваться, может быть посмотрим за ней, когда она начнёт, уже совьёт себе кокон, какие у неё изменения, видите, всё-таки довольно прозрачно, опа, она захватила, а, так мы сейчас, может, посмотрим, как она будет питаться, кусочек, а здесь лист рябины я её положил, вот она сейчас пытается залезть на него, ну-ка, а кушать ты будешь, или тебе уже не надо кушать, тебе уже надо сливать кокон, паутинка, нет, что-то ей не понравилось, потому что гусеницы, они же не всем подряд листьям питаются определённым видом, рябиной вот она не питается, ну всё, до новых встреч!